Всем привет, ребят! С вами Стрыванька и сегодня записываю новый ролик. Наконец-таки мы вернулись на один из самых интересных и любимых моих аккаунтов. Сегодня я готов для вас записать на моём любимом Маршале видеоролик игрового формата поиграть на пушке, которая в последнее время начала мне прежде, как раньше, наверное, нравиться, да. Как вы знаете, у нас шафты и замечательный вулкан ушли из столь имбового и жёсткого баланса. Ну, а я, конечно же, люблю после таких вот моментов, когда что-то уходит в дисбаланс, искать старые добрые вооружения, пробовать, смотреть их, анализировать и находить, наверное-таки, да, те самые пушки, которые раньше у нас нагибали и смотреть, что с ними вообще произошло, да. Они тянут, не тянут, насколько круто на них можно играть и, конечно же, страйкер не исключение. Это великолепнейшая пушка, которая мне нравилась на протяжении всего времени в нашей игре, как только она появилась. Ну, а сейчас, когда вулкан и шафт ушли в средний баланс, можно так сказать, больше данные пушки не являются сверх имбалансными, я, конечно же, возвращаюсь к истокам, к той же жиге, к тому же страйкеру. И сегодня поиграем, посмотрим, что покажет нам страйкер на данном интересном аккаунте. Вчера я на стриме даже заходил, играл пару боев, дабы выполнить задание с бустером на викинга страйкере, именно на этом вооружении я играл вчера, именно на этом вооружении мы сыграем сегодня. И мне заходит это вооружение, оно реально крутое, оно реально достойное. Посмотрим, что у нас получится сегодня, прямо сейчас. Сыграем контроль точек и джиггернаута, дабы выполнить и задание, и раскрыть полноценно данное интересное вооружение. Ну а я вам лишь скажу, друзья, данного аккаунта у нас не было давным-давно в видосах. Если он вам нравится, самый жесткий имбовый маршал, который у меня когда-либо был, то обязательно прожмите палец вверх на данный видос. И если на этом видеоролике набирается 200 лосей, 200 лайков, то мы записываем следующий видеоролик, посвященный данному интересному, замечательному аккаунту. Ну и также, друзья, не забывайте обязательно подписываться на канал. Вкатка у нас наконец-таки пикает, это очень хорошо. Очень хорошо, не знаю, что там будет. О, Кенчик, Кенчик. С моими званиями, я вам скажу так, друзья, мне, честно говоря, в большинстве случаев на моих званиях на этом аккаунте вообще абсолютно никак не интересно играть. Потому что это все заканчивается жестким тотальным разрывом, и я, наверное-таки, попытаюсь продемонстрировать это даже и в этом бою. Не знаю, получится у меня это сделать или нет, но я надеюсь, что получится. Не знаю, зачем я, правда, сейчас сводился, но ладно, бог с ним. Давайте теперь попробовать кидать дальше урон. Ну и немножко, конечно, надо будет сейчас пристреляться. Все-таки это мой первый бой за сегодня. И на страйкере первые бои в большинстве случаев не складываются максимально удачно и максимально круто. Но пока уже почти сотку я набил, уже, наверное, даже соточку. И будем смотреть, что у нас вообще будет получаться. Пока все очень даже добро и великолепно. Я даже, честно говоря, не знаю, сколько очков вообще реально заработать в любой матчмейкинговой катке на данном замечательном интересном аккаунте. Мне так кажется, что тут каждый бой можно по 600-700 поднимать. Но с тем раскладом, то, что у нас сейчас, друзья, в игре еще и замечательные повышенные там иксы на опыт, мне это, ну, не особо заходит и не особо нравится. Вы сами понимаете, да? То, что каждый икс дополнительный, это плюс опыт, а легендарный маршал может превратиться в фельдмаршал, а уникальность уже будет совсем-совсем другая. И, ну, короче, ну, мне не хочется, например, чтобы этот аккаунт, например, становился легендой. Да, я по максимальному хочу сохранить все-таки звание на этом акке, ну, и поэтому я там, ну, максимум, что я делаю, это выполняю заданки, и то не так часто, и хочу прокачать дальше-дальше, конечно же, вооружение. Мне надо докачать резисты, надо купить еще дополнительные резисты, выкачать дрон до фула, да, то есть сейчас у нас защитник является столь сверхим имбалансным, и поэтому я, скорее всего, выкачаю себе защитника, ой, защитник, говорю, бустеры, да, и, соответственно, прокачаю резисты, и тогда этот аккаунт будет полноценно готовый имбовый и нагибаторский. Хотя и сейчас мне этот аккаунт тоже очень сильно нравится, потому что здесь есть две пушки, которые в свое время мне нравились, ну, прям просто нереальнейше жестко. Ну, а страйкеры продолжают, мне как бы нравится, просто я на нем мало играю, но он как был имбой, так и есть имбой, да. Да, сплошь великолепный, урон большой наносит, и даже несмотря на то, что в залпе нету сейчас с ураном четырех ракет, а всего лишь их две, страйкер все равно является кайфовой, интересной пушкой, на которой надо уметь играть. Это не пушка, на которой ты просто, например, зажал пробел и попадаешь, как бог. Ох, здесь же надо немножечко приноровиться, немножечко понять вообще механику использования данной замечательной пушки, и тогда у вас будет все с ней залетать, получаться и нагибаться, конечно же. Что касаемо данного боя, мы ведем 20 на 4, я так понимаю, что это турбо-быстрое окончание катки, турбо-слив от противника, и скорее всего мы сейчас быстро докатаем этот боечек, я не знаю, зачем я сейчас дроповую ддшку подбирал, когда у меня бустер, но ладно, не суть важная, я надеюсь, что это так сильно жестко не зарешает количество моего опыта, ну и так вы, в принципе, понимаете, да, сколько набивает моя команда в целом, и сколько я уже набил здесь опыта в этой катке. Ну и так происходит абсолютно, наверное, в каждом бою, даже где играют там М4, нагибаторские игроки, да вы и сейчас видите, да, почти что все игроки там прокачаны, жесткие какие-то на дебаторские, но опыта этот страйкер набирает, ну прям нереально, что большое количество мне прям, одно удовольствие играть на этом Маке, поэтому я и говорил, что этот аккаунт полноценно может уничтожать легенд, но на маршалах там, да, на своих званиях, на этом аккаунте максимально скучно, максимально неинтересно, и все заканчивается вот именно таким образом, то что у меня в два раза больше очков, чем у второго места, чем у второго места, да, я не смотрю даже, что там ниже происходит, ну и плюс зачастую катки заканчиваются досрочно, поэтому меня, конечно, это не может не радовать, когда я понимаю, что у меня есть такой аккаунт, на который я в любой момент могу зайти, в любой момент могу понагибать, кайфануть, да, и это не какое-то там маленькое звание, да, где у меня имеется большое количество вооружения, по сути, маршал это уже, ну, как бы, одна ступенька до легенды, попрошу вас, да, сказать, но по сути, по сути, по сути, аккаунт показывает себя великолепно, мне это очень, конечно же, нравится, и еще больше мне нравится, когда меня запикивает к легендам, когда ты начинаешь просто разваливать эти кабины, и когда какой-то нагибаторский легендарный там игрок, не знаю, с легендой там соточкой, да, залетает в катку и думает, ничего себе, че ты, как это вообще меня, меня сотую легенду разваливает какой-то маршал, вот тогда у меня прям настроение поднимается максимально, ну, и тут посмотрим, что у нас будет, меня тут вообще каким-то майорчиком закидывают, да, не знаю, что это за майоры, сколько у меня тут гс, 3000 гс у майора, я понял, в минусе даем килл, ну, и посмотрим, мне надо здесь набить за катку 120 тысяч урона, я, честно говоря, не знаю, реально ли это сделать, но если я набью за один бой 120 урона, это будет очень даже великолепно, и очень даже достойно для данного замечательного аккаунта, пока, конечно, противник тут немножко бегает, и будет немножко сложновато, наверное, килять всех джаггернаутов, я чуть-чуть киллов поделаю, наверное, все-таки тут такое мясо катается, что грех его не посливать, плюс джаггернаут уже ушел на респ, ну, и сейчас можно чуть покидать джаггера, можно было бы, наверное, даже разочек подсвестись, либо сдать просто овердрайв по джаггернауту, ну, ладно, пока еще не буду торопиться, там и так у джаггера должно быть 0 хп, я надеюсь, да, его сльют, вот, и сейчас теперь уже можно в нового джаггернаут, наверное, будет поражать смело овердрайв, этого танка слили, поэтому, не понял, урон как-то не прошел, может быть, там его просто добили быстрее, чем я выстрелил данную замечательную ракетку, блин, к сожалению, я не слил джаггернаута, чуть-чуть он убежал от меня, но не суть важна, если честно, да, кто сливает там джаггера, если я уже играю на урон, и мне надо выполнить заданку с уроном, то, по сути, кто там слил джаггера, не является столь критичным моментом, главное, конечно же, наносить урон, еще и в конце видоса, я думаю, что откроем контейнеры, которые у меня тут выдали, не знаю, может быть, что-нибудь гонное мне тоже с них дропнет, ну, а пока мне надо еще набить 70 тысяч урона, 70 тысяч урона, полноценно, я думаю, что это реально сделать, нужно просто искать тайминги, ехать на вражеского джаггернаута, и пытаться, пытаться наносить, наносить, и еще раз наносить урон, по данному замечательному, какому-то полковнику, боже, полковников бросает, просто полковников, я полковнику с выстрела по 5 тысяч с бустером даю, страйкер, я представляю, насколько у него начинает сгорать одно место, когда он просто получает столь большое количество урона с одного лишь выстрела, просто по 5 тысяч, вы представляете, 3, 3 ракеты, и чилик просто на респе, да, это, конечно, очень жесткая темочка, поэтому я, честно говоря, ну, не понимаю вот этого баланса, да, почему вообще полковников, даже это подполковник, и майор, майор и подполковник, бросает против маршала, маршала, боже, это такой ужас, просто ужас, и мне, честно говоря, даже моментами, ну, жалко, жалко смотреть на таких игроков, да, которые вот, ну, ну, что они, ну, они вот ваншотные, просто ваншотники едут, что они могут сделать? Да они ничего не могут сделать, что они могут сделать против м4 полноценного игрока, который заходит, уничтожает легенда, а что ему делать здесь на майорах, ну, просто с майорами, какими-то генеральчиками, да, ну, он пока стоит, ну, просто стоит, он думает, он думает сейчас, он урон получит там с ракетки, одной, две тысячи, наверное, да, а ему тут каждая ракета по четыре куска летит, и он такой, чё? Я только овер прожал, а чё делать-то уже? А он уже на респ летит, просто, у него без шансов, он пытается что-то сдвинуться, что-то вперёд газануть, а он уже хоп-хоп, и он уже на респе, всё, до свидания, уже безбилетники подъезжают, сразу же сходу, и я в итоге набиваю, за, сколько там минут, за 4-5 минут, набиваю почти 120 тысяч урона, давайте пикнемся ещё в одну катку, и я думаю, что мы полноценно целую играть уже не будем, две досрочки у нас есть, за две досрочки мы выполнили заданку, я просто сейчас дам, сколько мне там надо, 2-3 килла, 2-3 килла сделаю, и пойдём уже открывать полноценно контейнеры, я надеюсь, что сейчас быстренько найду какой-нибудь себе танчик, в котором я смогу быстренько, о, хороший танчик, едь, давай-давай-давай-давай-давай, танчик, ага, понял, хороший танчик, ага, да, угу, ну вы всё поняли, друзья, конечно, да, да, какая-то ошибка там, всё дело туда-сюда, кстати, если этот ракетник залетел по противнику, он по идее должен был залетать, то я должен был выполнить задание, там 5000 залетело по джагеру, и скорее всего по ближайшему танку залетело где-то около трёшечки, сейчас зайдём в заданки, посмотрим заодно, у меня было 111 тысяч, засчитался мне ли вообще данный урон или нет, нет, не засчитался, я понял, люблю танки, а вам нравится данная игра? Мне очень сильно нравится, особенно когда происходят такие моменты, что вам просто не засчитывают урон, ну ладно, ну ладно, ну ладно, едем дальше, едем дальше, пытаемся наносить урон, я надеюсь, что это быстро всё сделаем, потому что я, честно говоря, не хочу даже добивать, большое количество, лишнего, опыта, лишних очков, на данном аки, но похоже, так, ещё один выстил, 400 урон осталось, похоже, придётся немножко нанести, блин, ну зачем мне джаггернаута давать, ну блин, ну с жаггером выходить с катки, ну это же, это же как-то некрасиво, даже, наверное, с моей стороны будет, но придётся выигрывать катку, наверное, нет, друзья, вы же, ну, ну серьёзно, да, как бы, если я выйду с катки с джаггернаутом, это расценят многие, как, слив, своей же команды, да, получается так, поэтому, как-то это некрасиво, наверное, с моей стороны будет, давайте, я хотя бы останусь, попытаюсь, не знаю, там, закомбейчить, что ли, хотя мы уже сливаем 3-0, и уже, наверное, эта катка полноценно, не вытягиваемая, но я постараюсь, постараюсь что-то сделать, не знаю, получится, что-то сделать или нет, давайте постараемся, раз уж так получилось, что я быстро не смог добить, и мне дали джаггернаута, теперь уже надо, попытаться, попытаться её камбэкнуть, если камбэкну, вот это будет вообще круто, нет, друзья, если я камбэкну эту катку, будет же жёстко, 3-1, давайте, доживём до овердрайва, а дальше пойдём сливать враж, джаггерна, по сути, здесь звания, наверное, не такие большие, я не понимаю, что делает этот молодой человек, но, ну зачем, ну зачем, ну зачем ты, вот эти вот игроки, которые, скорее всего, узнают, меня, меня, мне они не нравятся, когда они так вот, какой-то ерундой занимаются, но это второй джаггер, уже 3-2, и уже полноценно можно камбэкать, хорошо, ховер не прожимает, если бы он бы сейчас ховер прожил, я бы не знаю, что, взрыв был бы, в этом случае, так, ещё один, они как мясом едут, просто, один за другим едет, они каждый, наверное, думают, что, я даже немножко подлагнула, что у меня некачественное вооружение, и то, что они меня сольют, или что, я просто не понимаю, было счёт 3-0, и уже 3-3, друзья, вы понимаете, что произошло, я почти в соляндрочку, сейчас камбэкнул эту катку, почти в соляндру камбэкнул, но, теперь уже осталось 3 минуты до конца, и 3-4 я сливаю, блин, ну это уже тяжеловато, если честно, это уже тяжеловато, но надо постараться, давайте попробуем, давайте пробовать, блин, он меня развёл, а я ведь думал, что он поедет в ту зону, и я ему 10 тысяч урона накинул, а он взял и меня обманул, так, 7 тысяч урона откинул джагеру, и он уже начинает бегать, ещё урон, и ещё урон, и он аптечку подобрал, 3000 хп он себе регеннул, блин, было бы неплохо, если бы кто-то мне помог, вообще, если честно, сливать этого джагера, не можно было бы докамбэчить эту катку, обидно, что там слился, блин, ещё овер придётся, о, не овер, бустер прожимать на вас по жигу, дабы не слиться, так, ну сейчас надо как-то урон наносить, бежит, бежит джаггернаут, тяжело попадать в джаггернаут, который бежит, который не стоит на одной какой-то позиции, но я надеюсь на то, что я его смогу слить, отлично, 4-4, камбэк, израиль, не зря я говорил, что, ну как бы, этот аккаунт успособен на многое, такие катки, надо как бы камбэкать, дабы потом ни у кого не оставалось вопросов, а то говорить-то я умею очень много, всякие такие вещи интересные, по типу там, что аккаунт с Алиандру всё разрывает, всё нагибает, а на деле, ничего не показывать, поэтому, когда ты камбэчишь катку с 3-0, я думаю, что это очень о многом говорит, я надеюсь, что мы её ещё и не только камбэкнем до 4-4, вернее уже 5-4 мы её сливаем, но мы её ещё и выиграем, да, полноценно должны выигрывать этот бой, ещё и где-то он овердрайв нашёл этот маршал, у него по идее не должно было быть овера, ну ладно, 4-5, хороший счёт для камбэка, за полторы-то минуты до конца, при том раскладе-то, что у меня ещё и имеется овердрайв, Джаггер, конечно, бегает с одной зоны в другую, я понимаю, что он не хочет сливаться, это видно очень сильно даже, что он боится слиться и сразу идёт в атаку, но полноценно минута ещё есть, минута есть, за эту минуту, я думаю, что можно ещё от камбэчить эту катку, ага, понял, 4-6, ну, ну что я могу поделать, друзья, ну что я могу поделать, когда у меня ребятки сливаются, на Джаггернаут, ну, я ничего не могу поделать, как бы я не хотел, как бы я не хотел что-либо сделать, я, всё-таки, не могу за них играть, свою голову им не пришьёшь, 30 секунд, ну, хотя бы одного слить ещё, то есть это как-то это прискорбно, если честно, я не знаю, есть ли у него овер, но есть у него нет овера, а, понял, есть у него овер, хотя, 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 ну ладно, ну, блин, ну, обидно, обидно, если честно, такую катку можно было сейчас от камбэчить, и так было бы, конечно же, эпично, если бы у меня бы это получилось сделать, с 3-0, выиграть бой, но, увы, ях, мы его проигрываем с счётом 4-6, не буду я тут говорить про первые места, и про всю эту темочку, сами всё понимаете, что это идикаточка, так, ну что, переходим к открытию контейнеров, заданки все выполнил, посмотрим, сколько у меня тут контейнеров есть, у меня есть, у меня есть, 3 контейнера целых, давайте открывать, смотреть, 125 ремочки, может быть, что-нибудь годное дропнет, кристаллы, кристаллы, кстати, тоже неплохая вещь, и ещё кристаллы, вот такой вот видеорок, у нас всё, друзья, получился, если вам понравился, если вы хотите больше видосов, по данному интересному, замечательному аккаунту, по этому сочному маршалу, то обязательно не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, также не забывайте, что у нас проходят стримы, в 10 часов вечера, практически ежедневно, нажимайте на колокольчик, ничего не пропускайте, ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока.